На всякий случай сделаю запись. И хочу сказать о том, что сегодня особенный день. Сегодня день солнечного затмения. Оно уже идет. И сегодня очень редкое солнечное затмение, потому что оно случается на самом деле один раз в 10 лет в среднем. И это сочетание затмения, когда кольцеобразное затмение, и оно переходит в полное. Вот в этот период нужно, с одной стороны, не нужно вообще по тому, как то, что я знаю на данный момент, нежелательно во время этого затмения смотреть впрямую на солнце, и наблюдать, особенно где-нибудь на крыше или где-нибудь на улице за ним наблюдать. То есть не стоит. С одной стороны, с другой стороны, сегодня должны быть светлыми мысли, то есть думать о хорошем, не думать о чем-то плохом. То есть день нужно наполнить каким-то позитивом, светом. С одной стороны, с другой стороны, начинается сегодняшнее солнечное затмение. Оно открывает коридор затмений. И я раньше к этому относилась очень несерьезно. Сейчас я все больше понимаю, что действительно так или иначе луна и солнце влияют на нас. И раз уж они вызывают такие приливы в море, в океане, то уж на нас они точно явно как-то тоже воздействуют. Поэтому важно нам с вами настраиваться на хорошее, думать о хорошем и, соответственно, усиливать себя. То есть это время перемен, время, когда вы можете заложить основу чему-то там своему будущему на ближайшие годы. Поэтому думаем, мечтаем, делаем, выстраиваем планы и, соответственно, действуем максимально. Сегодня я буду говорить о рекрутинге. И почему я буду говорить о рекрутинге? Почему мы все время к этой теме возвращаемся? Потому что тема рекрутинга – это тема роста в сетевом бизнесе. А в нашем бизнесе мы знаем, что нам нужно делать всего три вещи. Они очень простые. Бизнес вообще элементарный. Бизнес очень простой. То есть нужно всего лишь продавать продукт. Нужно рекрутировать людей, приглашать людей в свою команду. И тех людей, которые пришли в вашу команду, нужно обучать тому же самому, продавать продукт и рекрутировать людей. То есть все просто. Бизнес максимально элементарный. Причем для его не нужно ходить на работу. Вы его можете делать из любой точки мира. Например, сейчас я нахожусь в Абудабе, в Эмиратах. До этого я находилась на Сейшелах, до этого находилась в Сочи, до этого находилась в Таиланде. Я могу бизнес строить где угодно. То есть мне для этого ничего не нужно. Мне нужен только, чтобы у меня был либо компьютер, либо айфон, интернет. Все. И даже если у меня этого не будет, если я захочу, нужна только я и люди, которые меня окружают. Поэтому здесь, если вдруг у вас что-то, бизнес не строится сам по себе, это потому, что он сам по себе не строится. Его нужно строить. Если что-то не складывается, то его нужно складывать. То есть все зависит только от вас, от ваших действий, от вашего намерения и от того, что вы делаете каждый день. Я сегодня вам хочу рассказать о моем новом кейсе. Это кейс по рекрутингу, потому что я рекрутирую всегда, постоянно, регулярно. Я каждый день, независимо от того, где я нахожусь, я провожу встречи. И буквально полчаса назад у меня закончилась встреча. Я онлайн разговаривала о бизнесе. Я продавала, опять же, идею бизнеса и продукта девушке, с которой я познакомилась не так давно. То есть мы с ней познакомились на одной общей тусовке. Но у нас сегодня была первая, по сути, личная встреча. И каждый день я провожу такие подобные встречи. Каждый день, независимо от чего. Несмотря на то, что я уже в Black Damned. И позавчера у меня произошла очередная активация нового партнера в первую линию. Я надеюсь, что она находится сегодня здесь. Либо, может быть, будет смотреть записи Кати Миляева. Если вдруг ты здесь, можешь включить камеру. Это еще один мой новый партнер, который, как я уже сказала, позавчера вечером она активировала контракт. И я хочу рассказать историю, как это все произошло. Потому что все любят истории, хотят понять, а что же такого ты делаешь? Почему у тебя... Ну, то есть у меня каждый месяц, у меня несколько активаций в первую линию. Каждый месяц. Что сделала я? В июле месяце, летом, да, предыдущем, я была на событиях. То есть это было просто... Мне пришла смс-ка о том, что в Сочи будет проходить НЛП-обед. Я всегда ищу какие-то события, какие-то мероприятия, на которых я могу познакомиться с новыми людьми. Потому что я не знаю, где встречу своего лидера. Может быть, я его встречу на каком-то мероприятии, на какой-то тусовке, на каком-то... Познакомлюсь, может быть, с ним в интернете, в социальных сетях. Я не знаю. То есть поэтому я ищу людей, будущих лидеров абсолютно везде. Таня, спасибо большое за комплимент. Мне приятно. И что дальше? Я была на этой тусовке в июле месяце. На этом событии было в общей сложности человек, может быть, 17, ну, до 20 точно. Из них на этой тусовке я... То есть у нас было это мероприятие, на котором в начале этого мероприятия каждому дали слово, чтобы буквально в течение одной минуты представиться. Как я представилась? Я сказала о том, что я являюсь специалистом по митохондриальному здоровью. Что мы делаем? Мы производим и реализуем продукты, которые помогают, с одной стороны, похудеть без голода, которые позволяют сохранять молодость и которые позволяют иметь крепкий, сильный иммунитет. Кроме того, мы организовываем обучение для врачей и нутрициологов в теме митохондриального здоровья. Мы проводим конференции для врачей и, соответственно, обучаем их вот этой новой теме. То есть это буквально было вот несколько слов про себя. Ну, плюс я, да, сказала о том, что, да, мне 50 лет, мы с мужем 33 года в браке, живу в Сочи, все прекрасно, люблю вообще психологию, интересна эта тема. То есть, соответственно, вот я заявила о себе. Дальше у нас был перерыв. И во время перерыва я подошла к тем людям, которые мне понравились. Я там взяла, может быть, порядка пяти-семи контактов. То есть у нас был перерывчик. Вот за время перерыва, сколько я успела подойти к контактам, да, то есть я, соответственно, познакомилась с несколькими линиями. Из них уже три активации в первую линию. Три активации, то есть с одного события. То есть это Ирина Йоникас, это Ольга Зикунова. Оля, надеюсь, возможно, здесь тоже присутствует. И, соответственно, вот Катерина. Значит, что дальше? Дальше, после этого события, то есть оно проходило достаточно, ну, скажем так, немножко за городом. Как раз Катя, ну, то есть я собиралась уезжать на своем Мерседесе уже домой. И Катя говорит, да вы на машине? Да. Можно с тобой доехать? Да. Соответственно, я ее довезла. Мы пока с ней объехали, разговаривали о том и всем, я выяснила, что Катя является потрясающим массажистом. И она занимается целительством, она делает массаж. И мы договорились о том, что я приеду к ней на массаж. У нее волшебные ручки. Если кто-то будет в Сочи, да, у вас будет возможность сходить к ней на массаж, очень рекомендую, потому что я к ней сначала сходила на обычный массаж, потом на массаж она делает массаж четырехчасовой, который называется просто космос. Это просто космос, рекомендую. Я с ней сходила на массаж, и тут же мы в этот же день, да, после массажа мы пили чай, мы с ней разговаривали, естественно, мы коснулись темы бизнеса. И уже тогда я ее подписала. Я ее зарегистрировала, но она не нашла деньги на активацию контракта. И получается несколько месяцев у нас, то есть она выпала из нашего общения, то есть я уезжала из Сочи, там были разные события, которые, вы знаете, у нас происходили в стране. И, соответственно, мы с ней, какое-то время мы с ней не общались. Буквально неделю назад я проводила свой интенсив «Любовь, здоровье и деньги». И я пригласила Катю, хочешь поучаствовать? Да, хочу. Я ее пригласила, она прошла этот интенсив. И после этого я ей написала, Катя, как удалось посмотреть, все ли посмотрела? Она говорит, да, хорошо, давай пообщаемся. У нас с ней состоялся разговор. Все, Катя мой партнер. Вопрос, да, что я сделала я такого? Вот можете написать, что вы думаете, что я такого сделала, почему у меня получилось? Как вы думаете, по вашему мнению? Потому что ведь это не единственный случай, который вот раз и случайно мне это удалось. Ведь я это делаю всегда, я это делаю регулярно. Что с одного события, на которое я пришла и познакомилась, у меня три активации в первую линию. То есть вы же можете находить какие-то события, которые проходят в вашем городе, например, или в всех городах, куда вы приезжаете. Может быть, это новые города. То есть вы же можете находить события, на которых вы можете познакомиться с людьми. Вы же можете брать контакты, знакомиться. Вы же можете говорить о себе на этом, то есть на событии, заявлять о том, что вы являетесь специалистом по митохондриальному здоровью. Даже если вы только недавно начали этой темой заниматься, вы уже знаете больше, чем тот человек, который об этом еще совсем ничего не знает. То есть получается, что вы можете делать то же самое. Вы можете знакомиться с новыми людьми. То есть вы можете посещать новые события. Вы можете ознакомиться с новыми людьми. Вы можете с этими людьми завязывать искренние отношения. Потому что это не то, что я встретилась с человеком и сразу давай, раздевайся и в постель. Нет. То есть я знакомлюсь с людьми, мы общаемся, мы устанавливаем отношения, мы начинаем общаться, дружить, общаться на разные темы. То есть получается какое-то количество действительно касаний. То есть это не то, что у меня... Хотя в принципе вот у меня сегодня была встреча с девушкой, с которой мы с ней проходим курс. Вы знаете, я постоянно учусь, и сейчас у меня обучение в течение полугода. Это австрийская школа элегантности и этикета. И вот занятия проходят где-то онлайн, где-то офлайн. То есть я в Москву летала. И в основном большая часть онлайн. И вот та девушка, с которой мы сегодня общались, мы с ней виделись несколько раз всего лишь онлайн на наших обучениях. И, соответственно, вот сегодня у нас была первая встреча, где мы вообще, в принципе, с ней поговорили. Мы с ней переписывались, поговорили. Но сегодня уже в процессе встречи она мне сама сказала так, что ты делаешь, расскажи. Не может быть так, что ты... То есть тебе 50, да, ты выглядишь хорошо, что делаешь? И, соответственно, понятно, что я ей рассказала про нашу тему, уже скидываю информацию о нашей продукции. И мы с ней будем встречаться здесь, в Дубае. Я буду рассказывать ей о бизнесе. Но я ей уже рассказала о продукции, о бизнесе, обо всем. В общем, за сегодня, за первую встречу. Но для кого-то, с кем-то я могу сразу поговорить, с кем-то я могу, мне нужно установить отношения. Получается, что, да, то, что вы написали, оно все действительно верное. Что я делала? То есть получается, действительно, я общаюсь. Общаюсь с большим количеством людей. То есть я не замыкаюсь в себе, я не замыкаюсь только на своем списке знакомых. Ваш список знакомых – это тот список, с которого вы начинаете. Но дальше вы всегда должны расширять свои контакты. Вживую, онлайн-контакты, все что угодно. Действительно, Марина пишет, надавил, отпустил. Это правда. То есть если я все время буду давить и говорить, давай, давай, тебе надо. То есть человек скажет, слушай, что-то она хочет от меня. Мне хочется. Понятно, что я хочу, чтобы человек стал моим партнером. Но у меня, понимаете, я всегда иду дальше, у меня много народу. То есть у меня нет такого, что вот я вцепила с человеком, и все, и больше не… То есть он один-единственный, я придаю ему такую важность. Да нет, миллиард, 8 миллиардов людей на Земле. Ну да, нет, следующий, да, нет, следующий. Я ищу тех людей, кто открыт, кто готов, кто хочет. Я все время иду дальше, я не жду. То есть если мне человек сказал да, например, ему он заинтересовался, я его даже зарегистрировала, но он может не активироваться сразу. У меня есть такие ситуации, у меня несколько таких ситуаций. Когда человек сначала зарегистрировался, потом не активировался, потом через несколько месяцев снова зарегистрировался и потом активировался. У меня такие ситуации бывают. Я не переживаю, я не парюсь, я все время иду дальше. Надавил, отпустил, надавил, отпустил. Человек говорит, у меня нет денег, это не мое, я пока не хочу. Конечно, конечно, без проблем. А почему? А что такое? И получается, что все время вот это состояние надавил, отпустил. Да, я провела интенсив, любовь, здоровье, деньги. Почему бы вам не провести, например, какой-нибудь необязательно интенсив? Вы можете уже, если знаете что-то на тему здоровья, вы же можете провести какой-то вебинар, вы можете провести какой-то прямой эфир, вы можете провести какую-то закрытую встречу, на которой позвать, например, всех ваших клиентов, потенциальных клиентов, знакомых, сказать о том, что, слушай, для меня это будет впервые, может быть, я бы хотела, ну, то есть ты, мне хочется, чтобы был кто-то, кого я знаю, да, чтобы мне было более спокойно. Можешь меня прийти, поддержать, послушать, а я буду рассказывать про тему, например, женского здоровья, или детского здоровья, или как похудеть без голода, или что-то еще. Вы же можете проводить такие что-то? Да. Зачем я делаю такие подобные вещи? Почему я делаю этот интенсив? Потому что это возможность, то есть мы с людьми познакомились, мы с ними пообщались какое-то время назад, но нас ничего не связывает, да, то есть таким образом на интенсивы я продаю себя, да, человек смотрит, он привыкает ко мне, у него складывается ощущение, что я уже известна ему, а известно это, если я его известила о том, чем я занимаюсь, кто я такая, я говорю о своих ценностях, о том, что для меня важно, и если человеку откликаются мои ценности, то, соответственно, и большей вероятностью, что он за мной пойдет. Если мы с ним никак не пересекались, и вдруг я ему делаю предложение, пойдем ко мне в бизнес, то человек не факт, что примет мое предложение. А тут в данном случае я делаю вот такие, да, еще касания, пользу какую-то даю. Когда я даю пользу, у человека возникает чувство определенной благодарности, что, да, ему это интересно, ему это полезно, у него хорошие эмоции. Глядишь, он у него как минимум может стать моим клиентом, потому что после вот этого моего интенсива уже есть три регистрации, на самом деле, в первую линию, вот одна из них, вот Катя активировалась, двое еще не активировались, посмотрим, что из этого будет. Но одна точно будет клиенткой, потому что она мне уже до этого покупала, сейчас она зарегистрировалась, она когда-то покупала. Вот, поэтому вот всего лишь, да, что делаю я. Да, несколько касаний без давления, это правда, то есть получается, я никого не давлю, ну, потому что я говорю, да, нет, следующее. И я понимаю ценность своего бизнеса, я понимаю, что это дает мне, я понимаю, что это может дать человеку, еще кому больше повезет, да, то есть если я начну с этим человеком работать, если он изменит после этого свою жизнь, да, вот, например, как Наташа Иванова, она же была у меня в моей компании, в моем агентстве недвижимости, она у меня была коммерческим директором, она каждый день ходила на работу. А сейчас она благодаря этому бизнесу, который в итоге она с компанией, да, приняла, то есть она не с первого раза приняла мое предложение, опять же, вы знаете эту историю. Но Наташа сейчас путешествует по всему миру. Так, сейчас я выключу звук для всех, чтобы не получалось, никто не прерывал нечаянно. Вот, то есть получается, что Наташа путешествует сейчас по всему миру, она то на Шри-Ланке, то где-то в Европе, то сейчас где-то в Сочи, я вообще не знаю, где она находится в данный конкретный момент времени, вот это свобода. И кому повезло? Наташе повезло. Если человек примет ваше предложение, он будет жить дольше, он будет дольше сохранять молодость, при этом он будет богаче. Да, список, список, это действительно так, то есть я постоянно пополняю свой список, и у меня постоянно с людьми есть касание, касание, касание. Где-то я говорю про бизнес, но все равно мы возвращаемся к бизнесу. Регулярные сообщения с новыми людьми. Да, Катя, вот она, Катя здесь. Катя, я тебя поздравляю с активацией контракта, и я всем рассказала о том, какие у тебя золотые ручки, чтобы они приходили к тебе на твой массаж. Массаж, который она делает, просто космос, в смысле он так называется, четырехчасовой массаж. Я никогда лучше ничего не видела. То есть Катя просто идеальна с точки зрения своего массажа и своей программы просто космос. Вот, так вот, что делаем мы? То есть получается, что мы постоянно, 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 постоянно общаемся с новыми людьми, рекрутируем, делаем предложения. Да, нет, следующий, да, нет, следующий, да, нет, следующий. Я использую, когда я беседую с новыми людьми, когда я рассказываю о бизнесе, я использую те уникальные торговые предложения, которые мы создаем сейчас. Например, в команде у нас есть команда, которая называется «Бизнес под ключ». И, соответственно, мы создаем новые уникальные торговые предложения. Если кто-то хочет из вас, вы уже, например, занимаетесь бизнесом, если вы хотите присоединиться к нам и участвовать в создании новых УТПшек, Катя может написать свой контакт. Вернее, в чате, я в чате выложила. Вот, Катя есть в чате, то есть напишите мне в личку, я пришлю контакт. Она в шлочи живет. Получается, что если вы… Сбилась немножко. То есть, получается, если вы хотите сделать, участвовать в создании уникальных торговых предложений, напишите мне, я вас могу добавить в нашу команду, да, и будем вместе участвовать в создании этих УТПшек. Так вот, я уникальные торговые предложения уже использую во время наших презентаций. Если, кстати, вы были в субботу на моей презентации, которую я проводила, я там какое-то количество уникальных торговых предложений уже использовала. Если вы не были, можете взять у нас на канале Валентина Светлана Войновой на YouTube, есть запись этой встречи, да, и вы можете просто взять и выписать какие-то фразы, которые вы можете использовать для себя, для рекрутинга. И последняя презентация там, она называется «Международный бизнес», да, с Вилави. Поэтому вы можете взять себе какие-то фразы, которые вы можете использовать. И, конечно же, всех людей, которые хотят научиться максимально рекрутировать, то есть, если вы приедете на события в Эмираты, которые будут у нас с 10 по 14 мая, вы получите просто доступ ко всем этим уникальным торговым предложениям, и, мало того, мы научим, как ими пользоваться, как ими говорить, да, как использовать это в социальных сетях, чтобы вы рекрутировали просто вот так вот, как Боженька, да. То есть, ваша задача максимальная, то есть, если вы приедете туда, то кроме того, что вы получите эмоции, кроме того, что вы получите уверенность, видение и все остальное, вы получите навык рекрутинга. То есть, и инструменты, чтобы вы рекрутировали, знаешь, чтобы 9 из 10 людей говорили вам «Да». И дальше, что я хочу еще сказать. Вам нужно научиться пользоваться событиями. То есть, если вы сами лично будете бывать на всех событиях компании, если вы не пропускаете, то есть, вживую, да, не просто в записи смотрите, если вы каждый раз в понедельник и четверг приходите на бизнес-завтрак, то что получается? Каждый раз, два раза в неделю, кроме того, что вы получаете какие-то фишечки, которые вы можете использовать, какие-то смыслы получаете, каждый раз от каждого спикера, вы получаете еще заряд энергии, вы получаете пинок, потому что даже я, я могу проснуться в разном состоянии, но для того, чтобы мне привести себя в хорошее состояние, я использую разные моменты. И зачастую я использую, я слушаю тех людей, которые меня вдохновляют, я смотрю за какие-то успешные кейсы, я слушаю какие-то тренинги, да, и я подпитываюсь. Каждый раз, когда вы приходите в понедельник и четверг, вы подпитываетесь. Если вдруг вы выпадаете, то кто, где вы получите эту энергию? Да нигде. То есть поэтому получается понедельник и четверг – это важные дни, в которые вам важно быть. Если вы приходите по субботам на презентацию, то вы слушаете каждый раз от разных людей презентации, да, вы все знаете уже, вы 150 раз слышали, но каждый раз вы раз какую-то мысль для себя взяли, раз что-то применили, то есть какие-то слова, да, для того, чтобы вы могли в любой момент времени онлайн рекрутировать онлайн или вживую и с любым человеком начать общаться, вам нужно 150 раз услышать одну и ту же информацию, она у вас уляжется где-то в голове, вы даже не будете знать, откуда вы знаете, откуда вы взяли эту фразу, например. Но вы в какой-то момент времени, вы начнете понимать о том, что оно у вас идет изнутри и вообще думать не нужно. Поэтому, получается, имеет смысл на вот этих событиях присутствовать. Но вопрос не в вас. Вы-то да, может быть, вы гениальны, может быть, вы не сможете. То есть, может быть, вы и без этого смогли бы. Вопрос, что будут делать ваши партнеры, которые придут? Если они не будут на этих событиях, где они возьмут эту информацию? Где, как они научатся? То есть, получается, что мы в ответе за тех, кого приручили. Наша задача сделать так, чтобы у наших партнеров получилось. Потому что если они придут, если они послушают, если они поучаствуют, то у них есть больше шансов в том, что они начнут здесь действительно зарабатывать. Если ваш человек не присутствует на подобных встречах, он выпадет из бизнеса. Он просто выпадет из бизнеса, потому что у него есть какие-то другие задачи, другие дела, у него есть его бытовая жизнь, которая его засасывает. И ему все сложнее вернуться сюда. Мы, получается, вот эти события – это такой рассол, это как рассол, в который попадает огурец. Огурец попадает в этот рассол, он становится соленым. То есть, мы должны всех наших новичков, всех наших партнеров погружать вот в этот рассол, и тут они, соответственно, просаливаются, пропитываются. И в какой-то момент времени они даже не замечают, но они понимают, что они стали уже сетевиками. Они уже любят сетевой бизнес, они понимают его преимущества, у них есть аргументы для того, чтобы других людей вовлечь в это. Они знают, как отрабатывать возражения. А если ваши партнеры не присутствуют на подобных событиях, вы думаете, вашим одним разговором, вы их удержите здесь? Да нет. То есть, мы все вместе сможем сделать так, чтобы он тут адаптировался, то есть, у него перейдет период адаптации. Что дальше? Дальше вам нужно самим, да, чувство команды, Эльбин, это правда. То есть, вам нужно самим участвовать в событиях живых, которые проходят в компании. И вам нужно сделать так, чтобы ваши люди приходили на это событие. То есть, действительно был вебинар Андрея Федоровича Тарасевича по поводу битшота. Я просто, я сидела и слушала каждое слово. Ну, это такая информация, такой кладезь, да, полезной информации. И если ваши люди были на этом вебинаре, то они не пропустили. И тогда они, они купят эту. То есть, после того, когда я послушала, да, что у меня в процессе вебинара, я так думаю, боже, мне же нужно это моим родителям пить постоянно. Мне нужно, а не надо, чтобы они постоянно пили, потому что у моих родителей сахарный диабет, у них проблемы с сердцем, да. Значит, нужно, нужно, получается, этот битшот нужно родителям. Потом я подумала, блин, мне этот битшот, мне нужно же моей дочери, потому что у нее там тоже есть, да, вопросы там связанные со здоровьем, ей нужно тоже себя поддерживать. Это же ей нужно. Понимаешь, каждый раз он что-то говорит, у меня пазл складывается. Это же мне нужно постоянно. То есть, и все, у меня уже, я понимаю, что мне нужно срочно бежать и всем покупать. А если ваши партнеры не были на этом вебинаре? Ну, не были. Они думают, что они послушают записи, но у нас столько материала, столько всяких записей, которые надо переслушать. И да, они получат эту запись, но они ее не посмотрят, скорее всего. Или посмотрят, но на бегу им будет некогда. И что мы получаем? То есть, получается, что мы, есть события, есть ресурс, который мы используем, ну, у нас есть, да, онлайн события, вебинары, клубы наши, живые события. Но мы их просрали, например. Ну, я буду говорить, как есть, да. И мы не использовали этот шанс. Это что значит? Это упущенная возможность. А упущенные возможности – это упущенные деньги. А сколько у вас упущенных возможностей есть уже на данный момент? Так, может быть, хватит? Может быть, уже хватит, да, пропускать это мимо себя. Потому что, ну, нужно же жить здесь и сейчас. Мы думаем, что когда-нибудь потом мы сделаем. Да нет, жизнь наша происходит здесь и сейчас. Нам нужно сейчас это использовать. И у нас есть события, которые будут вот в ближайшее время. Уже в эту субботу, сегодня четверг, послезавтра уже будут события в Краснодаре. Кто из вас сделал все для того, чтобы ваши все знакомые были в Краснодаре? Если у вас есть шанс приехать или даже прилететь в Краснодар, вдруг вы не летите, например, в Дубай. Ну, может такое быть? Ну, да, я знаю, что есть люди, у которых по какой-то причине не оказалось за гранд-паспортом. Ну, это, конечно, глупо, не за гранд-паспортом. Я не знаю, почему вы его не сделали до сих пор. Ну, то есть я знаю, что есть там какое-то количество людей, которые не выездные, да, может быть. Но если вы не летите в Дубай, прилетите в Краснодар, в конце концов, послезавтра. Ведь это в России, да, то есть тут нету никаких вообще ограничений. Сядьте на пояс, приедете. Получается, в Краснодаре будет событие, на котором будет выступать Андрей Федорович Тарасевич. Это будет первое событие вообще, в принципе, на юге России. Первое событие такое от компании, где будет выступать Андрей Федорович Тарасевич. А, между прочим, он заведующий кафедрой превентивной медицины, да, в институте, да, для повышения обучения, квалификации для врачей. То есть это человек максимально уважаемый во врачебной среде. Среди нутрициологов его все знают. И если вы туда приведете врача, если вы придете туда нутрициолога, если вы приведете любую мамочку, вы приведете туда любого человека живого, вот за уши просто притащите, возьмете за руку, за уши его притащите. Он не сможет после Тарасевича не стать вашим клиентом или партнером, понимаете? Там будет выступление нутрициологов, там будет выступление врачей. Туда прилетает Наталья Иванова и Анастасия Кеслер там будет. То есть вот эти два сильных-сильных-сильных лидера, которые будут давать мощную энергию, которые будут давать мощные смыслы. И если вы не используете это событие, вы потом будете локти себе кусать. Потому что второй раз не будет. В смысле, некоторые говорят, а, ну сейчас нет, ну потом, я в следующий раз приду. А в следующий раз, ну в смысле, Тарасевич не будет в Краснодаре еще раз выступать. Может быть, в следующий раз он будет выступать где-нибудь, не знаю, Маритана там будет. Маритана будет выступать, Карпенко. Понимаете, я просто там не знаю весь список выступающих, но реально будут выступать. Очень круто, да, Юля, спасибо тебе, что ты пишешь, классно. Понимаете, то есть там будет такой мощный состав спикеров, там будет такая энергия, там будет дегустация продуктов, там будет фуршет. И это бесплатно. И что бы сделала я вот в этой ситуации, да, сейчас? Если бы я была, ну я это делаю, кстати. То есть я вчера, например, специально знаю, что будет событие в Краснодаре. Что я сделала? Я подняла список своих контактов. Я вижу, что у меня есть женщина, с которой я еще не общалась. Она опять же из этой тусовки, да, которая там элегантный сетикет. Я, мы с ней не знакомы. Но что сделала я? Я могла другие какие-то встречи провести, но я провела встречу с ней, потому что она из Краснодара. Потому что я с ней провела встречу, в смысле я ее организовала, инициировала, предложила познакомиться онлайн, попить кофе онлайн. Мы с ней пообщались, и я ей рассказала про субботние события. Надеюсь, что она придет, но может не прийти. То есть если я позову только ее одну, то она может прийти, может не прийти. Если я позову троих, они все троем могут прийти, а могут все трое не прийти. Если я позову 10 человек, из 10 кто-нибудь придет. Что я бы вам рекомендовала сделать? Я бы сейчас вам рекомендовала поднять все ваши контакты, всех людей, которые у вас есть в Краснодаре либо рядом, в Краснодарском крае. Я бы рекомендовала вам продать идею вообще сетевого бизнеса, продать идею Вилави, продать идею ментохондриального здоровья, продать идею Тарасевича и сделать все, чтобы вот на это событие в субботу, чтобы там были ваши люди. А если вы туда прилетите, вы будете говорить, слушай, я там буду, я туда специально еду, я туда специально лечу. Ты что, давай, короче, я хочу, чтобы мы с тобой там были вместе, давай зарегистрируемся, давай вместе пойдем, понимаете? Тогда больше шансов, что ваши люди будут. И ты не знаешь, понимаешь, что вы не знаете, в каком месте вы найдете свой бриллиант. Он, может быть, лежит у вас под ногами, а вы просто наклониться не хотите. И вам нужно сейчас использовать все возможности. И то событие, которое будет ближайшее, это событие, которое будет 22 числа в Краснодаре, вживую, я рекомендую его использовать. И следующее событие, которое будет проходить онлайн, это митоконференция, которая будет проходить 24 числа, на которой будет, опять же, выступать Андрей Федорович Тарасевич. И будет еще один эксперт, сейчас не вспомнил меня, перед глазами нет его имени. И там мы будем говорить, они будут говорить о митохондриальном здоровье, они будут говорить про новые продукты. И, соответственно, если ваши врачи, если ваши нутрициологи, или они еще пока не ваши, но вы хотите, чтобы они были ваши, если какие-то новые люди придут на эту конференцию, как вы думаете, будут ли они в вашей команде? Вполне возможно, да. Но если вы не сделаете этот шаг, если вы их не предносите, они до этого никогда не узнают. Я вам сейчас хочу о чем сказать, о том, что каждое ваше действие, которое вы делаете, оно, то есть вы каждый момент времени, вы выбираете любое действие, что вы можете сделать. Ведь могла я летом не пойти на эту тусовку, я бы занималась какими-то другими делами. У меня есть какие-то другие дела? Конечно. У меня много дел, которые я могу делать, но я выбрала пойти и познакомиться с новыми людьми. Даже независимо от того, что получу я какие-то новые знания или нет, я шла, потому что я хотела познакомиться с новыми людьми. Я на этой тусовке могла никому не подходить? Могла. Ну, то есть меня никто за уши, ну, то есть меня никто не отмечает, там, Светлана Войнова идет и знакомится. Нет, я же делаю для себя. Я шла, я собирала те контакты тех людей, которые мне интересны. Я потом этим людям написала каждому личку о том, что приятно было познакомиться сегодня, хорошо, что мы с вами встретились, была бы рада с вами познакомиться поближе, можем попить кофеечку. Я же сама инициировала. Они мне не предложили, например, там, встретиться с ними. Я ведь инициировала, что давайте с вами попьем кофе, давайте встретимся. Ведь я это сделала, да. И вы точно так же можете каждый день, каждый день, каждый день делать максимальное количество действий для того, чтобы прийти к своим целям. Поэтому я вам предлагаю уже перестать откладывать жизнь на потом. Жизнь происходит здесь и сейчас. Другого шанса не будет. Знаете, я еще там, минутка откровения, да. Буквально несколько дней назад я выкладывала запись, видеозапись, как мы 10 лет назад в Новосибирске, в ресторане, который принадлежал Дмитрию Лаевскому, кстати, мы в нем, как бланш, мы в нем проводили флешмоб, да. Я смотрела эту запись, это было классно, да. Я понимаю, что время прошло 10 лет. Можете себе представить, 10 лет вот так пролетело. Это одна пятая моей жизни. Оказалось, это было вообще вчера. И мы меняемся, безусловно, все равно так или иначе, да, мы используем наши продукты, да, мы выглядим прекрасно, но все равно мы меняемся, тело меняется, да, хотим мы этого или не хотим, потому что жизнь происходит, да. Но вопрос, чем мы наполняем эту жизнь. Она пройдет так или иначе, да. Пролетят ближайшие там 5, 10, 20 лет, да они пролетят. Если вы их просто не используете, если вы не используете все шансы, вы так и останетесь в том месте, где вы находитесь сейчас. Сделайте свою жизнь шедевром. Все в ваших руках. Это ваша жизнь, и я хочу, чтобы вы достигли максимума. Я готова приложить для этого много усилий. Желаю вам сделать правильный выбор и действовать здесь и сейчас. Все. На сегодня заканчиваем. Была рада с вами пообщаться сегодня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok